Вскоре территория возле областной госадминистрации преобразится. Проект обустройства сквера Небесной Сотни представил скульптор Михаил Рева. Зеленая зона, расположенная на границе улиц проспекта Шевченко, Канатный и проспекта Гагарина, превратится в, цитирую, единое место увековечивания памяти, объединяющая трагическую историю нашей страны. На территории парка планирует возвести мемориал памяти погибшим в зоне АТО и жертвам геноцида крымско-татарского народа. А центральную аллею, ведущую к зданию УГА, посвятить Одесскому региону, его районам и туристическим маршрутам. По словам авторов проекта, учитывая то, что в микрорайоне это единственная зеленая зона, предусмотрена установка детской площадки, зоны отдыха, а также отведение территории для занятий спортом и выгула собак. Уникальность этого проекта, что мы объединяем и городскую власть, и областную. Это цельный проект для определенного пространства, потому что до этого это были разные проекты для этого места. Это проект, который в год 30-летия независимости нашей страны, мое стать знаковым. Причем знаковым в многих направлениях. В первую очередь, как архитектурный, как проект, который несет современные технологии. По-другому, мне кажется, что это тоже очень важно, это информационное насыщение. По большому счету, мы создадим зеленый класс, где можно проводить открытые уроки и дать много информации для наших школяров, для студентов, вообще для туристов, пересеченного гражданина, получать информацию. Обсуждение реализации проекта на территории чуть более 11 гектаров продолжалось около пяти лет. В мэрии говорят, что о стоимости говорить пока рано. Процедура подсчета будет запущена после полного утверждения плана обустройства сквера. Продолжение следует...